В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Уточнение от Росатома. Губернатор Николай Любимов сегодня поговорил о бережливом производстве. Закатать в асфальт. В Рязани приступили к масштабному латанию автотрасс. Космос как предчувствие. В День космонавтики мы вспоминаем не только Юрия Гагарина, но и нашего земляка Константина Циолковского. Об итогах внедрения бережливого производства в экономику Рязанской области говорили сегодня на Координационном совете по внедрению практики. Какие предприятия уже успели внедрить практику в своем производстве? Где оптимизация лучше всего и почему за всем этим наблюдал представитель Росатома, расскажет Валерий Седов. Одни из самых ярких проектов Рязани, реализованных в рамках практики бережливого производства, это центр вакцинации и ПЦР-тестирования. Каждый из них связан с обслуживанием людей, где результат может почувствовать любой рязанец. С одной стороны, нам очень важно будет услышать мнение экспертов Росатома по поводу внутренних инициатив и изменений. Но, наверное, прежде всего нам, конечно, надо самим оценить, насколько оправдала себя смена стратегии продвижения проектов по улучшениям, как это качественно отразилось на повышении эффективности работы органов исполнительной власти и, как следствие, на повышении удовлетворенности людей нашими с вами действиями, нашей работой. На заседании Координационного совета по внедрению практики бережливого производства обсудили вопросы сроков ответов на обращение граждан, цифровизации здравоохранения и образования, создание сводов, инвестированных правил и другое. Мы можем сколько угодно брать проекты, как мы выдаем субсидии нашим подведомственным учреждениям, только люди, рязанцы, они этого не увидят, они этого не поймут. И мы должны в первую очередь сегодня брать и рассматривать проекты, которые касаются именно контактов с людьми, где органы власти либо наши подведы контактируют с ислением Рязанской области и рязанцы смогут очень быстро увидеть результаты, гораздо быстрее получить услугу, а самое главное качественнее получить эту услугу. Специально приглашенным гостем стал постоянный участник таких мероприятий. Сергей Абозов, заместитель гендиректора по развитию ГК «Росатом», он отметил, что когда в Рязани знакомится с местными проектами, ему значительно проще находить решения у себя в корпорации. Вот бережливые методы, они в условиях таких очень серьезного напряжения, они работают намного эффективнее. Я представлял наши возможности по резкому сокращению производства площадей, по резкому возможности меньшими людьми делать больший объем продукции, по ускоренному строительству, по ускоренному проектированию, по ускоренным закупкам. Но одним словом мы готовимся работать совершенно по-другому. Сергей Абозов отметил высокую результативность работы региональных властей по внедрению механизмов бережливого производства и добавил, что сложившаяся обстановка делает бережливые технологии куда востребованнее и эффективнее. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства приступила к ремонту рязанских дорог литым асфальтобетоном. Первой стала улица Нахимова. Здесь отфрезеровали самые дефектные участки. Масштабным этот объем работы станет с установлением теплой погоды. Улица Нахимова неподалеку от выезда на окружную. Прямо с утра люди в оранжевых жилетах методично фрезеруют и выравнивают все колдомины до вот таких вот правильных прямоугольников. Дальше так называемый карточный ремонт. Но дефекты устраняет уже горячим литым асфальтобетоном. Так надежнее и крепче. Для этой дороги, по которой часто ездят большие грузы, так уж точно. Сейчас вот укладка идет горячей смеси ТВ-маркетерей, то есть соплоуплотнение и вырезка, уплотнение полностью весь цикл подъямочный ремонт. Сначала фрезеровается вейбайна, потом убирается грязь, пыль, то есть выдувается это все. Обработка вяжущим происходит и укладка непосредственно асфальтобетоном. Если где-то вейбайна очень глубокая, то есть больше 5 сантиметров, то происходит еще подсыпка щебня. Дно аккуратно вырезанного в полотне прямоугольника обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают смесь. Сам асфальт, по словам рабочих, очень хорошего качества. Наверное, еще и потому, что он местный. Сегодня как раз запустили Рязанский асфальтобетонный завод. Просушиваем, можно сказать, просушиваем. Потому что он наделется, через барабан пройдет и тут асфальт делится. Производительность завода 50 тонн в час. Состав смеси, группа компонентов, исчебни различной крупности, дробленого или природного кварцевого песка, дорожного битума, специального минерального порошка. Горячий асфальтобетон используют для ремонта дорог в теплое время года. При этом все мобильно. Необходимости в полном перекрытии движения нет. Есть только одно условие. В дождь горячий асфальт не кладут. Нерентабельно. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 12 апреля объединяющий всех нас праздник – День космонавтики. Все мы, вне зависимости от стороны проживания, возраста или региозных воззрений, часть большого космоса. Большого и до сих пор непознанного. Первым смельчаком, который задумался об изучении неба, стал ученый-самоучка Константин Циолковский. Родился он на нашей Рязанской Земле. Потому в честь праздника предлагаем пройтись по местам, связанных с именем великого земляка. История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор-специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Дуаревича Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22» и командир корабля Валерий Быковский. В 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980 аппарат передали музею Выжевском. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно по фигуре, для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбиты легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты. Сидят они там, прижав руки, ноги, головы к телу, так называемый позе эмбриона. И происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне. Слетит большой огненный шар. Температура за бортом до полутора тысяч градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной из космодрома Байконур. Сплавы, из которого изготовлен экспонат, настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму, потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты, и эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского, а также воспроизведена комната его отца, местного лесничего. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Музей Циолковского в селе Ижевском давно стал визитной карточкой. Другая известная точка, связанная с именем ученого, печально известный дом на улице Вознесенской в Рязани, где семья Циолковских прожила большую часть своего рязанского периода. Он, к сожалению, в полуразрушенном состоянии. Как мы не бережливо относимся к той памяти, которая нам когда-то была дана предками. Циолковскому памятник мы открыли самую последнюю. В колоде уже все было многовечно. Мы открыли улицу Циолковского, открыли памятники. Сейчас мы смотрим, здесь некоторые дома есть, по некоторым спорный вопрос стоит, будем открывать там или нет. Задовщина 165 лет Циолковского наступила, года Циолковского нет. И получается, что мы дом никак не можем открыть. На этой карте не просто отмечены места, но и дано емкое подробное описание каждого из них. Такой формат вызвал интерес не только у гостей города, но и у коренных рязанцев. Оказывается, мы многого не знаем о родном регионе. Среди мест, так или иначе связанных с именем Циолковского, в маршрут попали самые известные. Но точек на карте в действительности гораздо больше. Допустим, село Юмашево Пронского района, откуда родом мать Константина Эдуардовича. Населенного пункта уже нет, но в перспективе эта точка могла бы тоже оказаться путеводителем. Если выстраивать какой-то туристический маршрут, так в идеале на будущее и там какие-то памятные вещи установить. Камень ли, информационный щит ли и так далее. А места красивые, то есть они будут интересны с точки зрения экологического и прочего туризма. Ну и плюс еще мемориальную составляющую туда добавим. Карта-путеводитель, посвященная рязанским местам Константина Циолковского, уже доступна в библиотеке. В дальнейшем ее распространят по разным точкам города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области продолжается сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. В южных районах нашего региона охота продлится до 11 апреля, в северных – до 18 апреля. Сроки весенней охоты на селезни уток с использованием живых подсадных уток с 1 апреля по 30 апреля. За соблюдением правил охоты следят сотрудники Росгвардии. Подманить селезня духовым манком – задача не из легких. Здесь нужен особый навык, чтобы и звук разной тональности был, и по громкости призыв отличался. Тогда и от дичи отбоя не будет. Правда, сегодня на зов пришли совсем не те, кого охотники ждали. Росгвардейцы, сотрудники Минприродопользования и линейного отдела полиции на свою охоту вышли также с начала сезона. Чтобы проконтролировать соблюдение законодательства – правила транспортировки оружия, наличие охотничьего билета и путевки – эти мужчины в форме проверяют все. На охоту годях безопасность превыше всего. Разрешение, все у вас в порядке, ни пуха вам и ни пера. Следующие цели для меткого слова – другие охотники. По последнему снегу Андрей вместе с коллегой пробирается к новой землянке. При нахождении в охоту годях охотник должен иметь для себя охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, с которым он находится, путевку и разрешение на добычу объекта в животных. Нарушения уже есть, почти три в день, если судить по статистике. За 10 дней охоты привлечены к ответу 26 человек. Больше всего по самой общей статье. Нарушение правил охоты, правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Перевозка и хранение оружия – пятеро. Штраф может варьироваться, притом серьезно. От простой тысячи рублей до конфискации оружия. Однако для тех, кто простые правила охоты соблюдает, удовольствие это никогда преступлением не обернется. Климатическая обстановка в России продолжает быть нестабильный. Снежный и морозный январь сменился аномально теплым февралем. Затем всех удивил март, который был богат на сюрпризы. Второй месяц календарной весны и вовсе стартовал с неожиданно низких температурных показателей и обильных снежных зарядов. Сейчас в большинстве российских регионах погода существенно улучшилась. Надолго ли? Знает Марина Романюк. Несмотря на более комфортную климатическую ситуацию, по сравнению с тем, что было в начале месяца, погода сейчас остается не самой лучшей. При этом даже там, где умеренно тепло по ночам и ран утром – зябко. И пока, по крайней мере, до конца второго календарного месяца весны, по-настоящему весеннего тепла ждать не приходится. В Рязанской области в апреле жарко точно не будет. Хотя, как отмечают метеорологи, регион сейчас находится под влиянием умеренно теплого атмосферного фронта. Так что о сильных морозах и снегопадах можно забыть. Впрочем, менять резину автолюбителям метеорологи все-таки пока не советуют. При этом специалисты предупреждают, что заморозки периодически возможны не только в апреле, но даже в начале мая. Об этом, в частности, заявил научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфунд. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Поэтому нужно готовиться, предупредил он. Когда же в России станет по-настоящему тепло, пока синоптики однозначного ответа не дают. Но большинство из них сходятся во мнении, что произойдет это только в начале мая. А если в самом начале месяца воздух прогреется еще не везде, а местами будут идти дожди, то уже ближе к середине последнего календарного месяца весны ожидается очень комфортная климатическая обстановка. Теплой и сухой обещают майскую погоду всем регионам Центрального федерального округа. Так, согласно предварительным прогнозам метеорологов, начиная со второй декады мая, столбики термометров регулярно будут добираться до плюс 20-25. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова